Оскар, не мешай пожалуйста, я сейчас буду делать обзор плавательного средства. У нас с тобой новая лодка, в таком вместительном чехолчике в виде рюкзачка. Фирма Тайм Триал, в городе Санкт-Петербург, что же здесь за лодка, очень интересно, давайте откроем, посмотрим. Лодка, повторюсь, компании Тайм Триал, называется Щукарь. Щукарь 340, это длина, одноместная, но несколько увеличенная, причем это не просто щукарь, это щукарь лайк. Она сделана из облегченного ПВХ, меньше весит, меньше занимает место, то, что мне, в общем-то, и нужно для моих целей. Так, давайте снимем, чтобы не мешалось. И продолжим. Вот такая вот лодочка. Приятного серого такого, стального, военно-морского цвета. Ах, неприятная. Серегня ПВХ. Ах, красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие товарищи. Хочу представить вам замечательную лодку. Производство питерской фирмы Тайм Триал. Лодка называется Щукарь. 340 мм в длину. Версия Lite. Облегченная. Чем она хороша? Ну, начну издалека. У меня вообще, как бы, есть два плотевых средства. Это двухместная байдарка, длиной 380 мм, закрытой декой. И маленький американский пакрам, который весит всего 1 кг. Поначалу я думал ходить путешествия со своим сыном. И поначалу так было, но со временем сын вырос. Ему с папой стало неинтересно. У него свои друзья. А в одиночку ходить на байдарке, которая весит без комплекта только 1 кг, больше 12 кг, это достаточно напряжно. И я стал думать, какую лодочку мне прикупить полегче. Купили себе американский пакрам. 1 кг все весит. Такое средство сплава на один день, даже, может быть, на полтора, на два годится. Но одному путешествовать скучно. Я принял решение путешествовать с собакой. Оскар, иди сюда. Вот такой вот собакой. Вот такой вот собакой. Такой вот страшной гуляческой собакой. Ах, хулигай. Иди отсюда. А с ним уже по крафте тесновато. То есть туда, в принципе, рюкзак влазит. Литров 70. Собака сверху. Но очень комфортно, грести неудобно. То есть уже не годится. И я стал думать, выбирать, какую же мне лодку взять. Чтоб она была не тяжелая. Но вместе с тем, чтоб к ней умещался я. И было достаточно места для такой хорошей средней собаки. Плюс, те лодки. Первое, за счет своей массы и ширины. И по крафту, который вхож по форме на галоши. Они достаточно медленные. Ими тяжело управлять. Чтобы их разогнать, нужно было совершать такие мощные грибки. Что, в принципе, напряжные. Как бы уже получается не отдых, а какой-то спорт. Ребной. Что, как бы, не всегда хочется. Когда хочется просто отдохнуть. Стал я долго выбирать. И увидел, что битерская фирма Time Trial. Пускай тут такие замечательные легкие лодки. Нужно заметить, что у них есть такая же лодка в стандартном исполнении. В чем разница? В стандартной лодке и низ, и вверх сделаны из одинакового плаха. В облегченной версии вверх более тонкий. Ну, я в этом не вижу ничего страшного. Для моих мест нужны путешествия. Это как раз самое то. Весит вот такая вот лодка, которая длиной 340 мм, всего 5,5 кг. Это сравнимо с подкрафтом. Но она длиннее, а с кем-то вместительнее. И она гораздо скоростнее. То есть, можно пройти на ней расстояние гораздо больше за день. А это бывает важно. Особенно это важно будет в походах выходного дня. Когда ты утром приезжаешь на электричке, на реку. У тебя есть ограниченное количество часов, чтобы пройти весь маршрут и успеть на последнюю пучку обратно уехать. Вот тут скорость. Даже 1 км плюс. Это очень хорошо. Так что лодочка очень хорошая. Что она из себя представляет? Вот, абсолютно симметричная. Сейчас я вам покажу. В принципе, можно садиться что в одну сторону грызти, что в другую. Почти ничем не отличается. Сзади я установил как дополнительное оборудование. Здесь видно, наверное. Крепление для стабилизатора курса. Это в перспективе, если я буду путешествовать по большим каким-то озерам, не пригодится. Лобка будет меньше рыскать. Как она видите, абсолютно плоскодонная. Но ни кей, ни колесона, ни отлично. Пригодится. Такая вот хорошая лодочка. Она двухсекционная. Идет два клапана. Раз и два. Подходит сюда обычный простой насос, самый обыкновенный. А можно, в принципе, через переходник накачать мешков. Но его нужно купить отдельно. Столько он недорого. Сидение из морской фанеры. Не раскисает. Легкое, удобное. И под сидением есть место под вещи. А что? Опробуем лодочку на воде. Дальше. Сидеть! Субтитры сделал DimaTorzok Сидеть. Молодец. Молодец. Давай с тобой походим немножко на новые байдарки. Ну-ка, сидеть. Оскар, сидеть. Сидеть. Иди себе хорошо. Привыкай. Мы с тобой теперь будем часто ходить на байдарки. Не переживай. Не переживай. Ты же любишь воду. Ты же любишь воду, поросенок. А? Что ты переживаешь? Что ты переживаешь? Что ты переживаешь? Что ты переживаешь? Ну-ка, не задумай прыгнуть. Я тебе прыгну сейчас, поросенок. Усаживайся. Ну ничего, он привыкнет. С непривычки страшно, да? Страшно с непривычки. Слышка. И очень приятно. Легко идет. Не требуется какого-то молочного грибка. Думаю, взять себе другое весло, более подходящее для гладкой воды. Хотя это нормально. Универсальное тоже ничего. Где-то наш лоська, вот он. Вместе с гердой рассекают. А я быстрее теперь. Вы меня не догоните. Классная водка. Быстрая. Легкая. Ну и мы тебе, конечно, будет очень легко и буду из нее выливать. Пристали. 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 Вшелый水 олractаком бывает. Эта ал Greeks 정еха. Пристали. 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 очень легко идет по сравнению с моей двухместной практически не требует никаких усилий маленький минус могу отметить что она конечно узкая и поэтому остойчивость у нее несколько хуже чем у стих байдара который шире поэтому как первая байдарка возможно она не годится лучше взять лодку чуть пошире кстати фирма time trial выпустила как раз такую занимается на них аргон это что-то среднее между узкой байдаркой и широким покрафтом так что кому нужна первая лодка рекомендую обратить внимание на байдарку аргон но кто уже имеет определенный опыт для таких быстрых пешеводных путешествий даже возможно пешевеловодных путешествий то советую обратить внимание именно на щукаря они кстати бывают покороче но это не наша тема и бывают даже доуместные так что на любой вкус очень приятная лодка доволен как слон а и 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